Слава Богу, братья и сестры! Мы в прошлый раз начали говорить о героях Рождества и говорили об Иосифе. И сегодня мы продолжим эту тему и будем говорить о Марии. Поэтому, пожалуйста, откройте Луки, первая глава. Мы начнем с 26 стиха, повествование о Марии. И в шестой же месяц послан был ангел Гавриил от Бога в город Галилейский, называемый Назарет, к Деве, обрученной мужу именем Иосифу, из дома Давидова, имя же Деви Мария. Ангел, войдя к ней, сказал, радуйся, благодатная, Господь с тобою, благословена ты между женами. Она же, увидево, смутилась от слов его и размышляла, что бы это было за приветствие. И сказал ей ангел, не бойся, Мария, ибо ты обрела благодать у Бога. И вот зачнешь во чреве, и родишь сына, и наречешь ему имя Иисус, он будет велик, и наречется сыном Всевышнего, и даст ему Господь Бог престол Давида, отца его, и будет царствовать над домом Иакова вовеки, и царству его не будет конца. Мария же, сказал ангелу, а как будет это, когда я мужа не знаю? Ангел сказал в ответ, дух святой найдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя, поэтому и рождаемое святое наречется сыном Божьим. Вот и Елисавета, родственница твоя, называемая неплодною, и она зачала сына в старости своей, и ей уже шестой месяц, ибо у Бога не останется бессильным никакое слово. Тогда Мария сказала, я раба Господня, да будет мне по слову Твоему, и отошел от нее ангел. Встав же Мария во дни эти, с поспешностью пошла в Нагорную страну, в город Иудин, и вошла в дом Захарии, и приветствовала Елизавету. Когда Елисавета услышала приветствие Марии, взыграл младенец во чреве ее, Елисавета исполнилась Святого Духа и воскликнула громким голосом, и сказала, благословенна ты между женами, и благословен плод чрева Твоего, и откуда это мне, что пришла Матерь Господа моего ко мне? Ибо когда голос приветствия Твоего дошел до слуха моего, взыграл младенец радостно во чреве моем, и блаженно уверовавшая, потому что совершится сказанное ей от Господа. И сказала Мария, величит душа моя Господа, и возрадовался дух мой о Боге Спасителе моем, что презрел он на смирение рабы своей, ибо отныне будут ублажать меня все роды, что сотворил мне величие сильный и свято имя Его, и милость Его в роды родов к боящимся Его, явил силу мысцы своей, рассеял надменных помышлениями сердца их, низложил сильных с престолов и вознес смиренных, алчущих исполнил блах, и богатящихся отпустил ни с чем, воспринял Израиля отрока своего, его воспомянув милость, как говорил отцам нашим к Аврааму, и семени его до века. Аминь. Первый пункт, который мы коснемся, это Мария, ее родители, ее родственники. Вы имеете свои билетни, и в этих билетнях много очень вопросов, и конспект проповеди. Вы знаете, на этой неделе мы встретились с одной семьей, и мы по билетню прошлого воскресенья сделали маленький такой разбор с двух семьях. И там есть очень много вопросов, которые задаются лично нам. И когда вот в кругу нескольких семей начинают читать эти вопросы, то вы знаете, это очень происходит хорошее общение, открываются души, и каждый из нас анализирует свою духовную жизнь. И поэтому, пожалуйста, будьте внимательны вот к тем билетням, которые мы раздали, программки. Мы постарались, чтобы каждый из вас имел ее, и каждый раз мы будем печатать достаточное количество для того, чтобы дома каждый из нас мог размышлять и давать правильные ответы. И по результатам прошлого опроса и правильных ответов самые лучшие ответы подробные дал Василий Ефремович Кирияк. Мария – это греческая или латинская форма от древнееврейского слова «мирьям». Оно означает слово «высокое», «возвышенное» или «превознесенное». В синодальном переводе это слово звучит как «мариам». Это имя в Ветхом Завете имели две женщины, а в Новом Завете шесть женщин. То есть это говорит о том, что это довольно распространенное имя. Если на страницах Нового Завета шесть женщин имели это имя, то есть это было, будем говорить, очень обыкновенное имя, как, допустим, я не знаю, Ольга, Надежда, Ирина в наших семьях, которые мы имеем. То есть оно было очень привычным для жителей Палестины. И вряд ли родители Марии, давая ей это имя, маленькой девочке, они, может быть, думали о том, что ей особая роль предназначена от Бога. Как здесь сказано, это имя означает «высокое», «возвышенное», «превознесенное». Хотя в древности, безусловно, когда люди давали имена, они придавали этому особое значение. И вы знаете, это очень важно, когда рождаются наши дети, вот давать им правильные имена, думать над этим, молиться над этим. Я помню, как мы давали имя Анжелики, и буквально это было действительно от Бога, когда Бог буквально проговорил там в роддоме о том, чтобы имя именно ей было Анжелика, потому что это было связано с именем Ангела, который помогал там. И вы знаете, это очень важно, когда мы посвящаем своих детей Богу. Я знаю, здесь человек один, я встречался, американец, которого семеро детей, и он говорит, «Бог мне открывал во сне, задолго до рождения моих детей, каждого ребенка, то ли это был сын, то ли это была дочь, кто будет, дочь или сын, и какое имя должно было дано ему». То есть люди относятся к этому серьезно очень, и точно так же относились в этом в древности. Безусловно, для этого родителям не только нужно дать красивое имя ребенку, но нужно молиться за такого ребенка, нужно читать вместе с ним Библию, учить его самым важным духовным истинам, воспитывать в нем христианские качества характера, приучать его любить Бога, людей, церковь, и самим быть добрым примером для таких детей в своей жизни. Например, если мы много говорим ребенку о любви к Слову Божьему, но сами не читаем Слово Божие, вы думаете, дети не видят о том, что читаем мы Слово Божие или нет дома? Ведь они же это видят. Если мы говорим о вреде мира, но часами проводим на телевидении, скажите, разве дети не поймут, что для нас важнее? Если мы говорим о любви к ближним, но при этом сплетничаем, скажите, они будут воспринимать то, что мы говорим, или то, что мы делаем на самом деле? Абсолютно нет. Дети, они будут слушать одно, но будут делать, или, быть может, даже хуже, когда вырастут, гораздо хуже. Если мы говорим, нужно любить церковь, но при этом наше служение или наша активность, в церковь заключается лишь только в том, что мы приходим в церковь один раз в неделю, быть может, то не нужно удивляться, что когда ребенок вырастет, он, быть может, будет посещать церковь еще реже гораздо. Или же, если мы опаздываем на богослужение, дети с детства будут впитывать это в себя и будут думать, что это нормальное явление. Это так мелочи, братья и сестры, житейские. Но все это имеет значение. Библия ничего нам не говорит о родителях Марии, но мы знаем, что согласно ее родословной она происходила из рода Давидова через Нафана. Скорее всего, ее родители были благочестивыми людьми, и они привили ей самые главные добродетели. Вероятно, ни родители Иосифа, ни родители Марии, они не оставили им никакого наследства и не дали им большого приданного, потому что когда они во время жертвоприношения принесли самую необходимую жертву за рожденного сына, помните, что они принесли? Двух голубей. То есть по закону это должны были сделать или бедные люди, или недостаточно обеспеченные. О чем нам это говорит? Это говорит нам о том, что в воспитании наших детей материальное благополучие родителей не играет решающей роли. Родители часто думают, что самое главное – это обеспечить своим детям счастливое и обеспеченное будущее. И для этого они трудятся, особенно славяне большинство, трудятся, не покладая рук, и при этом упускают самое главное – воспитание своих детей. Пример Марии говорит нам о том, что родители, скорее всего, ее жили скромно, но они не упустили самого важного. Они привили из детства богопочитание и послушание. Мы, родители 21 века, должны понять одну простую и очень важную истину. Ни церковь, ни пастырь, ни проповедники, ни служителя, ни ована, ни воскресная школа не ответственны за воспитание наших детей. Прямую и самую большую ответственность в воспитании наших детей, во-первых, несут кто? Отцы. Во-первых, отцы. И потом уже матеря. И поэтому мы должны понять это. Мы не должны перекладывать воспитание своих детей на кого-то, думая о том, что кто-то будет воспитывать моего ребенка. Я помню, в одной церкви я был, и там, знаете, такая семья была, у них было много детей, и они постоянно выражали недовольство. Тот неправильно сделал, тот что-то неправильно сделал, знаете, тот не так сказал, неправильно отнеслись к детям и так далее. Пока не дошло до этого отца, до этой матери, что их детей никто не будет воспитывать, если они сами этим не будут заниматься. То есть не надо возлагать на кого-то эту прямую ответственность. В Ефесянам 6,4 написано, «И вы, кто? Отцы. Не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их в учении о наставлении Господнем». То есть сколько времени мы проводим со своими детьми? Сколько мы посвящаем времени для того, чтобы привить своему ребенку необходимые христианские добродетели? Каким примером я служу для своих детей? Когда я слышу какое-то, быть может, неправильное действие кого-то, пытаюсь ли я его передать кому-то другому? Ведь ребенок, он как промокашка впитает это буквально, он копирует и в будущем будет точно так же делать в своей жизни. Моя задача не просто занять моего ребенка чем-то, чтобы он не мешал мне жить, но чтобы приготовить его к честной и порядочной жизни. А для этого самое главное – прибить его сердце, любовь к Богу и Его Слову. Вопрос сегодня ко мне, в первую очередь и каждому из нас. Сколько времени в неделю я уделяю своим детям для того, чтобы прививать у них любовь к Богу? Что я конкретно делаю? Беседую с ними, читаю Библию, молюсь, наставляю, рассуждаю над воскресной проповедью, учу их делать добрые дела, не обманывать, не осуждать других. Что необходимо мне лично изменить в моей жизни, чтобы показать моим детям личный пример для подражания? У Марии были прекрасные родители, хотя мы ничего не знаем о них, но тем не менее, глядя на нее, мы можем с уверенностью сказать, что они приготовили ее, сами того не зная, к величайшему служению. Аминь, братья и сестры. Мария не только имела хороших родителей, но у нее были прекрасные родственники. Мы с вами только что прочитали, кто были эти родственники? Елизавета и священник Захария. Предполагают, что это были, кто-то из них был дядей или тетей Марии. У них она провела, посмотрите, первые три месяца после явления ей ангела Гавриила. Читая повествование о Елизавете и Захарии, мы сразу же обнаружим, насколько благочестивыми и праведными были эти люди. Вы знаете, Бог не случайно избрал именно их быть родителями Иоанна Крестителя, предтечи Иисуса Христа. Получается интересная картина. Бог не только выбирает Марию и ее родителей, но и ее родственников Он нашел пригодными для исполнения своей исторической роли. Хотя сами они, вероятно, даже и не предполагали, что они окажутся в центре всей человеческой истории. Вы скажете, родственников не выбирают, не так ли? Так? Родители родственников не выбирают. Ну, такие у меня родственники некоторые говорят. Но обратите внимание на некоторые детали. Мы можем влиять на своих родственников. Посмотрите, когда Мария встречается с Елизаветой, чем они занимаются? Они не обсуждают последние церковные новости, или же базарные новости, которые были там. Посмотрите, они с радостью приветствуют друг друга и исполненные Духа Святого благословляют Бога, восторгаются Его милостью, Его величием, они радуются Его благословением, Его верности своим обетованиям. Вот посмотрите только несколько стихов описания, частичное описание их встречи. И когда Мария вошла в дом Захарии, приветствовала Елизавету, Елизавета услышала приветствие Марии, взыгра младенец во чреве ее, и Елизавета исполнила Святого Духа. Посмотрите, от одного только приветствия Марии Елизавета исполняется Духа Святого, и она, не стесняясь, громко, громким голосом благословляет свою родственницу Марию. И воскликнула громким голосом и сказала, «Благословенна ты между женами, и благословен плод чрева Твоего, и откуда это мне, что пришла Матерь Господа Его ко мне? Ибо когда голос приветствия Твоего дошел до моего слуха, взыграл младенец радостно во чреве моем». Вы знаете, приветствия могут быть разные. А от некоторых приветствий, знаете, во чреве иногда бывает горько, а не радостно. Но здесь мы видим, они радуются, и в смирении благословляют друг друга. Вы знаете, Слово Божие говорит, что нам, обращаясь, как верующим людям, послание Петра, 3 глава, 9 стих, «Благословляйте, зная, что вы к тому призваны, чтобы наследовать благословение». Вот давайте попрактикуем это сейчас. Повернитесь к вашему соседу и скажите ему, «Благословен ты, брат мой дорогой, благословена ты, сестра моя дорогая». Сделайте это, попрактикуйте, не стесняйтесь. От всей души, от всего сердца. Правда радостно стало, да, на душе? Когда мы благословляем друг друга, как это важно, братья и сестры, когда мы становимся источниками благословения друг для друга. Вы знаете, кроме того, интересная вещь происходит. В этот момент сила Духа Святого начинает действовать здесь. Посмотрите, что происходит. Происходят вещи, непонятные им. Дух Святой, посмотрите, как действует. Ведь, скажите, когда зачала Елисавета, кто-нибудь об этом знал? Ну, Писание, кто знает? Написано, что она таилась сколько? Пять месяцев. Пять месяцев она таилась. А в шестой месяц явился ангел Марии. И в шестой месяц она пошла в город Иудин. То есть, они жили, это в Галилее, это в Иудее. То есть, телефонов тогда не было. Они ничего друг о друге не знали. Елисавета не знала, что происходит с Марией. Мария не знала, что происходит с Елизаветой. Ей открыл это ангел. Он сказал, вот и Елизавета тоже. Это чудо. И вот они встречаются. И посмотрите, что говорит Елизавета. Она говорит, вещи ей неизвестные, но открытые Духом Святым. И она говорит, и откуда это мне, что пришла кто? Матерь Господа моего. Она же еще ничего не знает. Она же еще не знает, что Мария беременна. Она еще не имеет этого представления. Она говорит, откуда это пришло мне, что пришла Матерь Господа моего ко мне? И далее. И блаженно уверовавшая, потому что совершится сказано ей от Господа. А теперь посмотрите, как отвечает Мария. Мы только прочитаем первые два стиха с ее так называемого магнификата, как его называют. 46-47 стих она говорит. И сказала Мария, «Величит душа моя Господа, и возрадовался дух мой о Боге, спасителе моем». Вот посмотрите, это предмет их благочестивых рассуждений. Вот почему Бог определил именно им быть матерями двух самых великих людей, которых когда-нибудь рождали женщины на белом свете. Вопрос сегодня к нам. О чем мы рассуждаем, встречаясь с нашими родственниками, братьями или сестрами? Приветствуем ли мы друг друга и наполнены наши слова радостью или горечью, поношением или благословением? Что несет наши слова? Раздор, расстройство или мир? Разногласие или единство и устройство? Итак, наше маленькое исследование показало, что Мария имела хороших родителей, богобоязненных родственников, и что предметом их рассуждений друг с другом был Бог, Его величие и Его чудные дела. Аминь. Следующий пункт. Мария является матерью Иисуса. Это очень важный факт, который хотелось бы отметить нам. Это, пожалуй, имеет самое важное значение. Мария была матерью Иисуса Христа. Знаете, каждая еврейская девушка мечтала стать матерью Мессии. Но никто не знал, когда это совершится. Не знали, каким образом это будет. Представьте себе, внутренний трепет Марии. Когда она поняла, что этой девушкой будет она, что именно ее Бог избрал для этой величайшей миссии. Быть матерью нелегко, согласитесь. Тем более в многодетной семье. У Иосифа, помимо Иисуса, было как минимум еще шестеро детей. Четверо сыновей. И мы не знаем, сколько дочерей, но Марка 6.3 написано «сестры». То есть в множественном числе. То есть как минимум две. Следовательно, там всего было как минимум семеро детей. Труд матери в такой семье, знаете, может понять только та мать, которая сама имела столько же детей. Плюс это было совершенно другое время. Безудобных, стиральных машинок, сушилок, без автомобилей, без холодильников, без газовых или электрических плиток. Женщине нужно было думать не только о том, как накормить эту семью, но ей нужно было думать, как приготовить и сохранить продукты, как спечь хлеб, как развести огонь, где взять дров, как сделать запас на зиму сушеных фруктов. Ей, как правило, нужно было шить всем одежду. Она была обеспокоена тем, как будут выглядеть ее дети, когда в субботу они все пойдут в синагогу. И вы знаете, труд женщины, матери в семье, это огромный труд. И часто очень оно остается незамеченный труд. Хотя он во много раз иногда тяжелее труда даже мужчины. Представьте себе, какую моральную и физическую нагрузку несла на себе Мария, понимая, что ей поручено Богом родить и вырастить Божьего Сына. Она не знала, что ожидает ее, но она понимала уже с самого рождения, с явления ангела, с непорочного зачатия, с прихода пастухов, их свидетельством о том, что им явились ангелы, с необычайного благословения Симеона в храме, в приходе и поклонении Иисусу вот этих великих восточных мудрецов, бегство в Египет по откровению от Бога, слова Иисуса Христа в храме в 12-летнем возрасте о том, что у Него есть другой Отец. Почти в каждом этом случае написано, что она замечала эти слова или же сохраняла их в своем сердце. Она отмечала множество это различных фактов, связанных с рождением и жизнью Христа. И с одной стороны, это был самый обыкновенный ребенок, с другой стороны, она понимала и видела в нем полное понимание, полное повиновение, полное послушание. И кроме того, в ее ушах постоянно звучали слова Симеона «И тебе самой пройдет оружие душу». Сели жить на падение и на восстание многих в Израиле в предмет пререканий. Вы знаете, жизнь женщины в семье, жизнь многодетной матери, она очень сложная. Иногда она настолько напряженная, что иногда они не выдерживают, начинают расстраиваться. И задача мужа, задача отца побеспокоиться о духовном состоянии своей жены. Мне на память пришел один пример. Я помню в лагере, в детском лагере, где мы занимались, у меня был один учитель, брат довольно уже пожилой, и он рассказывал о том, что в 60-х годах он работал учителем в Киеве. И вот помните этот случай, когда Юрий Гагарин полетел в космос? Помните, да? И он был как раз в школе там, преподавателем в этот момент. И он говорит, в этот день я прихожу домой. Прихожу домой, а жена вся в слезах. У них было четверо детей. Она говорит, плачет неудержно. Он говорит, что случилось, дорогая? Она говорит, и то не так получилось, тот ребенок заболел, приготовить не успел. И то, в общем, расстроена, разбита морально полностью. И он думает, ну что ей сделать? И он говорит, слушай, дорогая, ты знаешь, сегодня в космос полетел первый человек на Земле, Юрий Гагарин. Она плачет и говорит, ну и что мне с этого? И она говорит, ты понимаешь, сегодня в школе на линейке нас всех выстроили. мы стояли и объявили, сегодня в космос полетел первый человек. И все хлопали, кричали, ура! Она говорит, ну и что мне с этого? И продолжает плакать. Она говорит, ты понимаешь, одного человека отправили в космос. И не только наша школа, но и весь Советский Союз, и даже весь мир радовался и торжествовал. А ты, как мать, находясь дома, каждый день готовишь четырех космонавтов для того, чтобы они полетели в небо. Ты их приготовляешь для того, чтобы они стали жителями неба. Она говорит, да? Какое действительно прекрасное и ответственное служение я совершаю. Дорогие матеря, вы совершаете ответственное служение пред Богом, потому что вы готовите не космонавтов, а вы готовите тех, которых наследие в небе, которым Бог приготовил. Вы готовите их для того, чтобы небо было открыто для них, и пусть Бог благословит ваш труд. Более ясно, Мария стала понимать, что означает те слова, которые говорил Симеон, тогда, когда в 30 лет Христос оставил родительский дом, стал ходить по Галилеи и совершать невероятные чудеса. Быть может, она была свидетельницей многих исцелений. И в то же время, скорее всего, она была свидетельницей многочисленных разговоров об ее сыне. Люди говорили о том, что он сошел с ума, что он изгоняет духа в силу дьявола, что он богохольствует, и он достоин того, чтобы его побили камнями или сбросили со скалы. Помните, как это пытались делать жители города Назарета? Вместе с тем, мы не можем обожествлять Марию. Она была обыкновенной женщиной с некоторыми сомнениями и непониманием происходящего. Она не была суперсвятой, как ее некоторые рисуют в некоторых динаминациях и поклоняются ей и молятся ей наравне со Христом. Например, такой случай ее жизни. Когда она пошла вместе с другими сыновьями и дочерями для того, чтобы взять Христа, вернуть его силой домой, в то время они жили в Капернауме. Откройте Марка, 3 глава, 21 стих. Посмотрите, в одном случае, помните, в Кане Галилейской, она имела такую способность верить в его божественность, в другом случае она, наоборот, сомневается в нем. «И услышав ближнего, пошли взять его, ибо говорили, что он вышел из себя». 31 стих. «И пришли матери, братья его, и стоя вне дома, послали к нему звать его, около него сидел народ, и сказали ему, вот матерь твоя и братья твои и сестры твои вне дома спрашивают тебя». Братья и сестры, вот это греческое слово «взять», оно подразумевает насилие. То есть они всей этой семейной делегацией, тут написано «все братья и сестры в том числе, хотели взять Христа, применять к нему человеческую силу, увезти его домой, потому что до них дошел слух от других людей о том, что он находится в состоянии умственного помешательства, но самое главное, что они поверили этим слухам». Посмотрите, как написано в этом, о том, что «ибо говорили» 21 стих, что он вышел из себя. То есть люди говорили, они распространяли эти слухи, и они, до них это дошло, и они поверили этим слухам и решили, мы пойдем и сейчас наведем порядок. Вы знаете, отцом лжи и клеветы является дьявол. Он когда-то сказал, еще в первой книге «Бытие». Он сказал первым людям, что он сказал? Он сказал им «Не умрете». Он обманул, он оклеветал Бога. Помните, в книге Иова он приходит при лицо Бога и клевещет на Иова. Помните? В последней книге Откровения, не только первой, но и последней, это его миссия, она продолжается на протяжении всей человеческой истории. Написано о том, что «ныне настало спасение и сила, и царство Бога нашего, и власть Христа его, потому что низвержен кто? Клеветник братьев наших, клеветавший на них пред Богом наших день и ночь». Посмотрите, что пишет в Псалме, в 14-м Псалме Давид. Он говорит, «Кто может прибивать жилище Твоем? Кто может обитать на святой горе Твоей? Тот, кто ходит непорочно и делает неправду и говорит истину в сердце своем, кто не клевещет языком своим и не делает искреннему своему зла и не принимает поношения на ближнего своего». Посмотрите, Мария, его семейство, они подверглись вот этому влиянию, они приняли это поношение от кого-то. Кто-то стал источником вот этой клеветы? То же самое слово в греческом стоит, что и дьявол тоже. То есть неполная правда или неполная правда, которая передавалась им, она стала поношением и неправдой на Христа. И посмотрите, тут Христос показывает ясную границу между своими земными родственниками и духовными братьями. Тут он очень принципиально говорит, «Кто матерь моя и братья мои?» И обозрев сидящих вокруг себя, он что говорит? «Вот матерь и братья мои». Почему? Потому что кто будет исполнять волю Божию, тот мне брат и сестра и матерь. Не тот, кто считается мне, быть может, прямым моим родственником, не тот, кто называется братом или сестрой, но тот, кто реально в своей жизни исполняет волю Бога, «Вот кто мне матерь, брат и сестра и брат». То есть и матерь. Тот является настоящим духовным родственником для меня. Посмотрите, если даже ваши близкие, родные, склоняют вас к чему-то греховному, неправде или неповиновению Слову Божьему, это ваша прямая обязанность остановить это, противостоять такому родственному или же братскому в кавычках давлению и поступать по воле Божией. Кроме того, есть еще одно подверждение в ее магнификате. Посмотрите, Мария в 47-м стихе называет Бога своим спасителем. Она говорит, «И возрадовался дух мой о Боге спасителем моем». О чем это говорит, братья и сестры? Это говорит о том, что Мария, так же, как и все мы, она нуждалась в спасении. То есть она не могла идти прямо на небо, она нуждалась в спасении. Она говорит, «Он тоже является моим спасителем». Третий факт. Помните, что когда Иисус Христос перед Вознесением поручил ученикам для того, чтобы они остались на земле и ожидали обетования Духа Святого, то в числе этих 120 людей, которые молились и ожидали сошествия на них Духа Святого, была Мария, Деяние апостола, 1 глава, 14 стих. И она молилась, и она ожидала, чтобы Дух Святой также сошел на нее. Итак, этой обыкновенной девушке из Назарета Бог поручил необыкновенную роль стать единственной матерью во всем мире, во всей истории человечества, которой Он доверил родить и выненчить своего сына, который воплотился в человеческую плоть. А теперь давайте посмотрим на несколько факторов в ее жизни, которые показывают нам, почему именно ее Бог избрал для такого ответственного служения. Вы знаете, рассматривая жизнь Марии, можно заметить очень много положительных качеств. Я, готовясь к этой проповеди, взял листок бумаги и стал просто по памяти примерно записывать ее качества. Я написал 15 качеств сразу же, без остановки. 15 положительных качеств, которые имела Мария. Мы буквально два сегодня только коснемся этих качеств, и просто хотелось бы напомнить или перечислить те, которые она имела в ее поведении, которые можно было заметить в ее поведении. Первое, это ее богобоязненность, ее праведность, чистота добрачных отношений, послушание и любовь к Богу, смирение и скромность, доверие Богу и любовь к Слову Божьему. И вы знаете, все эти факторы можно объединить под одним большим названием. Она имела богоугодную жизнь. Она жила тихо и незаметно, но ее жизнь была угодна Богу. Помните, в Ветхом Завете Бытие 5.24 написано, и ходил Енох пред Богом, и что? Не стало его, почему? Потому что Бог взял, а почему Бог взял, скажите, Еноха? Абсолютно. Евреям 11.5 написано, верою, Енох переселен был так, что не видел смерти, и не стало его, потому что Бог переселил его, ибо прежде переселения своего получил он свидетельство, что что? угодил Богу. А без веры угодить Богу невозможно, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что он есть и ищущим его воздает. Скажите, Енох совершил какие-нибудь геройские поступки? Такие, как Самсон, или же Гедеон, или Варак, или же Давид. Скажите, совершал он такие геройские поступки или нет? Нет. Библия ничего не говорит о том, что он совершил чего-то геройского или чего-то необыкновенного. Но зато каждый день своей жизни Енох проводил так, чтобы угодить Богу, и он достиг этой прекрасной цели, и поэтому Бог взял его к себе. Мария жила богоугодной жизнью каждый день. Это была ее повседневная жизнь, и Бог избрал именно ее для совершения великого дела, дать миру спасителя Иисуса Христа. Живем ли мы такой богоугодной жизнью? Ходим ли мы перед Богом? Одобряет ли Бог наши слова и наши поступки? Мы часто ищем одобрение от людей, но Мария ходила перед Богом, и что самое удивительное, люди думали о ней, что она падшая женщина, что она грешница. В то же самое время Бог смотрел на нее, как на девушку, которая угодила ему и которую он избрал для очень ответственного служения. Давайте рассмотрим эти два качества, которые положительные, которые имела Мария. Мария имела смирение и послушание. Смирение в Римской империи во времена Христа считалось не достоинством, а пороком. Поэтому когда Христос говорил блаженный кроткий, то люди этого не понимали. Вы знаете, время в принципе не изменилось очень сильно. Точно так же, как тогда, точно так же, как и сегодня, люди ценят бойких, активных, заводных подружек и друзей и ни в коем случае не смиренных людей. Но дело в том, что без смирения никогда не будет послушания, потому что послушание это результат его смирения. Если человек не имеет смирения, его послушание лживо и недействительно. Оно рано или поздно превратится в недовольство, бунт или негодование. Так было со старшим сыном в притче Христа о блудном сыне. Посмотрите, какой он был послушный, какой он проявлял видимое послушание отцу видимым образом. Он выполнял все его поручения, но внутри у него не было смиренного и сокрушенного сердца. Поэтому все, что он делал, он считал своей особенной заслугой. Когда же отец призвал его радоваться возвращению домой младшего брата? Он вознегодовал на отца. Он взорвался как вулкан, в середине которого и находилась эта раскаленная кипящая лава. Он проявил открытое противостояние и непослушание своему отцу. В чем же именно мы можем видеть смирение Марии? Ангел является ей и объявляет ей, что она скоро станет матерью. Ей совершенно непонятно, как это может произойти. Она спрашивает даже ангела, как это будет? Я же еще только обручена и я живу отдельно от мужа своего и в доме своего отца. Ангел объясняет ей, он говорит, что это произойдет от Духа Святого. Как вы думаете, братья и сестры, вот положа руку на сердце, вы думаете, Мария поняла о том, что ей сказал ангел? Нет, конечно. Да не только Мария, братья и сестры. Ученые, богословы современного времени до сих пор не могут этого понять. Апостол Павел говорит, и беспрекословно какая? Немаленькое, греческое слово мегас, великое, огромное, тайное, которую невозможно понять умом. Ее нужно принимать только сердце, только смиренное сердце с трепетным благоговением может принять это от Бога, то, что ей не до конца понятно. Многие люди, ученые, писатели, они признавали Христа как великого человека, они признавали Его как великого учителя, но они знают непорочного зачатия. Поэтому они и говорят, то, что я не понимаю, я не принимаю. А для того, чтобы понять эту истину или же принять эту истину, нужно смирение и послушание в сердце. Смотрите, как отвечает Мария Ангелу. Тогда Мария сказала, помните, что она сказала? Я раба Господня, да будет мне по слову Твоему. Вот это слово раба, дол, рабыня, невольница, по-английски female slave. То есть она, будучи свободной девушкой, добровольно сделалась рабыней Богу, подчиняя Ему свою жизнь, свою волю, свои желания. Она признает, что цели и желания Бога для нее гораздо выше ее личных целей. Она подчеркивает, что она сама себе не принадлежит. И то, что говорит ей Бог, является для нее беспрекословным авторитетом. Как приказ господина своей рабыни. Вы знаете, сегодня совершенно другое отношение к словам Бога. Каждый человек хочет оправдать себя или свое непослушание, придумывая тысячи различных причин. Послушание Марии просто поражает нас. И это потому, что она имела смирение где-то глубоко внутри себя. Современный мир, посмотрите, почитайте новости в газетах, на интернете, и вы увидите, что современный мир, он наполнен духом бунтарства и непослушания. Мы постоянно слышим в новостях, люди выходят на демонстрации в Греции, во Франции, в России, в Белоруссии, в Иране, в Судане, в Пакистане. Они недовольны пенсией во Франции, они недовольны условиям проживания в Греции, хотя они в десятки раз живут лучше, чем люди в Судане или где-то в Африке. одни недовольны условиями проживания, другие недовольны просто другой национальностью, которая другая, не такая, как они, или другое вероисповедание, они просто не переносят их, они не хотят вместе с ними жить. Они не только выражают это недовольство, они в буквальном смысле слова взрывают себя, обкладывая себя динамитом или тротилом, для того, чтобы доказать свою правоту, для того, чтобы показать свое бунтарство. Вы знаете, первым, кто проявил непослушание Богу, был дьявол, и причина этому была закравшаяся в его сердце гордость, и с тех пор он не перестает призывать людей к восстанию друг против друга и против Бога. Сначала дьявол научил первых людей для того, чтобы они восстали против Бога, а потом их дети уже, один восстал против другого и убил Каин Авеля в этой семье. А все началось с непослушания в этой семье. Итак, истоки непослушания нужно искать глубоко в сердце у человека. Оно всегда подпитывается миром и дьяволом, потому что Слово Божие говорит, гордым Бог противится, а смиренным дает благодать. Библия говорит нам, что пока человек чувствует себя господином своей жизни, а не рабом Богу, следование за Христом или послушание Богу практически невозможно. Матфея 16, 24, тогда Иисус сказал ученикам Своим, если кто хочет идти за Мною, что сделала в первую очередь? Отвергни себя. Мы об этом много говорили. Мария проявляет удивительное послушание, и Бог видел ее смиренное сердце, и потому она нашла его расположение к себе, и потому он и решил, что именно она станет матерью его единственного сына, который воплотится здесь на земле. Дело в том, что женщины в то время, во времена Марии, они практически никак не могли участвовать, знаете, в служении в синагогах. Если говорить о церковной активности, то Мария просто-напросто не проявляла этой активности, кроме регулярных посещений синагоги. Мы часто очень спрашиваем, а как определить уровень духовности человека? Как определить его духовное состояние? И сразу же, как мы отвечаем обычно? Человек поет в хору, он проповедует или громко молится в церкви, жертвует на миссию. И все это хорошо, братья и сестры. Это прекрасно. Помните, Симеон и Анна, они тоже находились в храме, служили Богу. Но это все, как говорится, только вершина айсберга. Вся остальная духовная жизнь человека, она заключается в другом. То, что не видно, то, что скрыто, то, что находится под водой у айсберга. Вы знаете, что айсберг над водой может возвышаться на высоте до 200-300 метров. Но до 80-90% айсберга находится под водой. Это огромная махина, это огромная глыба. Если мы видим, что над поверхностью воды 100 метров, то под поверхностью воды почти километр. Вы знаете, есть такие ледоколы, которые направляют в антарктические, знаете, моря, океаны, и они разламывают лед. Вот этот лед в худшем случае достигает 4 метров глубины, если он уже несколько лет там. И есть такие ледоколы, огромные, тяжелые ледоколы, которые по принципу наезжают на этот лед и своей массой проламывают этот лед. Почему они его проламывают так легко? Потому что он находится только на поверхности. Если бы этот ледокол встретился даже с небольшим айсбергом, как это случилось с огромным, знаете, этим лайнером Титаником, и который затонул в результате этого столкновения и пошел ко дну в результате двух часов сорока минут, то, безусловно, он никогда бы, этот ледокол, не смог бы разбить этот айсберг. Почему? Потому что основное у айсберга находится где-то глубина, то, чего никто не видит. Современное христианство в большинстве своем имеет поверхностную, очень часто иллюзорную духовность. И весь смысл отношений с Богом заключается у некоторых людей только в воскресном служении или в какой-то активности в церкви. У большинства христиан сегодня, и об этом говорит Писание, по мере умножения беззакония у многих охладеет любовь, нет глубоких и личных отношений с Богом. И поэтому, когда дьявол направляет свои вражеские ледоколы, на некоторых христиан или на некоторые церкви, они трещат как лед над поверхностью воды. Христос все время подчеркивал значение молитвы в тайной комнате, наедине с Небесным Отцом. Он хотел, чтобы скрытое, тайное, никому не видимое людьми общение с Богом занимало и беспокоило Его учеников гораздо больше тем то, что они делают перед людьми. Мы видим, что Мария не была публично замечена ни в одном общественном видимом служении. И все же выбор Бога выбрал именно на нее. В чем разгадка? Наша духовность зависит от наших отношений с Богом. Она выражается зависимостью от того, насколько мы подчиняем свою жизнь Богу и Его воле. Насколько мы Его любим. Сколько времени мы уделяем общению с Ним и Его Словом. Мы можем спросить, откуда у Марии было такое смирение? И ответ опять тот же самый из близких отношений с Богом. Человек не рождается смиренным или гордым. Он становится таким в процессе своей жизни. Мария избрала для себя такой образ жизни, где каждый день она искала личных отношений с Богом. И в один из таких моментов, когда, быть может, она молилась или находилась в таком состоянии, ангел является ей и говорит, радуйся, благодатная, Господь с тобою. И написано, что она смутилась. Это греческое слово говорит смущать, приводить в полное замешательство, сбивать с толку. Она не говорит ему, о да, я такая. Я такая есть. Наконец-то обратили внимание там где-то на небе, что я такая духовная, я такая активная, я так много молюсь. Наоборот, она пришла в смущение. Она даже не рассчитывала на то, что такая выпадает ей привилегия, ангел Бога вдруг является ей. Она в смущении, она размышляет, ну что особенного я сделала, собственно, в своей жизни, для того, чтобы Бог удостоил меня такой чести, что он даже ангела посылает и такое приветствие мне вдруг говорит он. Так размышляет смиренный человек. Он не добивается признания и не вставляет на пока свои заслуги, но наоборот, он как раб считает для себя великой привилегией служить Богу как своему господину, не ожидая при этом взамен ничего. Помните, Христос посылая учеников сказал, когда вы все это выполните, скажите, что мы рабы ничего не стоящие выполнили то, что должны были сделать. Вопрос сегодня каждому из нас. Вопрос сегодня ко мне и каждому из нас. Как насчет наших отношений с Богом? Тайных? Тех, которых никто не видит здесь, в церкви? Насколько близкие отношения эти к Богу? Какое место в моей жизни занимает Бог? Насколько я подчиняюсь Его Слову и принимаю ли я в смирении Его обличение? Что можно сказать о моей тайной, скрытой молитвенной жизни? Можно ли ее сравнить с той, знаете, частью айсберга, которая ходится под водой? Это 80 или 90 процентов. Итак, Мария, скорее всего, имела замечательных родителей, и у нее были прекрасные родственники, которые имели цель у своей жизни прославление Бога. Бог поручил Марии быть матерью своего сына, и это произошло, потому что он обратил внимание на ее богоугодную жизнь. Бог знал, что выбор его не будет случайным, так же, как он в свое время выбрал Иова. Он знал, что Мария проявит смирение и послушание Его Слову. Он знал, что Его поручение она выполнит беспрекословно. И да поможет нам, дорогие братья и сестры, Бог жить богоугодной жизнью, чтобы однажды, точно так же и нам, как когда-то Марии, прозвучали слова Бога, который бы одобрил нашу жизнь, и который бы сказал, хорошо, добрый и верный раб, в малом, незаметном, невидимом. Ты был верен. Над многим Тебя поставлю. Войди в радость Господина моего. Аминь. Помолимся Господу. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok